Это предшественники реформации. Виклиф у него простая жизнь, простая история. Это профессор, это священник, это исследователь. Он всем интересовался физикой, логикой, философией. Вы понимаете, всякие гениальные личности, будучи гениальны в одном, они всегда гениальны во всем, чего они не коснутся. И всегда на каком-то широком основании. Он горячо проповедовал принципы, которые развивал в своих трактатах. Он наметил все существенные черты реформации задолго до ее осуществления. Ну и его биография простая. Он был студентом Оксфордского университета, потом он преподавал там, потом стал профессором там, потом стал какое-то время был ректором там. Понимаете ли? То есть это все Оксфорд, так же как у Яна Гуса будет также Прага. Его главное произведение – истинность Священного Писания, об истинности Священного Писания. То есть это человек, который возгласил… Это главное требование реформации. Вы помните? Только Библия. Людер скажет, да. Но первый сказал это Виклиф. Виклиф. Вот я такую в том храме, где в Праге, где проповедовал Янгус, я на стене такую надпись видела, переписала ее. Виклиф высек искру, Янгус зажег от нее огонь, а Людер раздул пламя факела. И он дошел до этих истин, истин реформации, ни с кем даже не обсуждая. Он читал Писание, он размышлял над ним. И он, знаете, к какому выводу пришел? Он пришел к выводу, что Писание направлено против всего богословия и всей практики католической церкви. То есть все там не по Писанию. Ну, монашество — не по Писанию. Пресуществление, превращение — не по Писанию. Поклонение святым — нет. Исповедь перед священником, который от имени Божьего отпускает грехи — это не по Писанию. Признавайтесь друг перед другом. Индульгенции — это вопиющее явление. Отпущение грехов за деньги. Таинство соборования, что человека перед смертью помажут. А это только, по-моему, из-за этих индульгенций началось? Началось-то, да. Всегда с чего-то начинается. С какого самого возмутительного. Таинство соборования, что человек умирающего помажет, и он будет со святыми. И вы понимаете ли, и вывод. Вывод у него был такой. Папа — антихрист. Папа — антихрист. То есть постепенно это складывалось, когда он видел — это ложь, это ложь, это ложь, это ложь. У него такое произведение есть. «Триолог», когда трое участвуют, не двое в разговоре, а трое. «Истина, ложь и богословие». Он там излагает... Это значит, против чего я прочитала? А что положительно он излагает? Он излагает учение о предопределении. Это первый он о предопределении. Знаете ещё? Взгляд на церковь. Во время церковь была корыстной, жадной, раздувшейся от богатств. И поэтому он стал говорить, что церковь должна быть бедной. Простой пастор бедным людям церкви объясняет истинное Писание. Понимаете как? Он выдвинул идею пресвитерианства, то есть когда несколько человек управляет церковью. Учение о церкви, перевод Библии, утверждение библейских истин. Глубоко понимал дух оригинала при переводе. Значит, получилось тут так. Это в фильме вы увидите. В фильме увидите. Там такой узел в этом фильме показан. То, что я покажу вам, это отрывок от большого фильма. Отрывок из этого фильма называется «Утренняя звезда». Ну, вот этот отрывок, посмотрите. Где Виклиф, значит, папа, узнавший все эти взгляды его, на него как на антихриста, он говорит, что мы просмотрели опаснейшего еретика. И он направляет и ректору, и архиепископу требование снять его, закрыть рот ему. Но его все очень уважают, очень любят. Когда там пытались сосудить его, толку народа собрались, и даже его не пустили на этот суд. А герцог Ланкастерский, он тут будет показан, он будет кричать и шуметь, что я справлюсь с любым, кто только пальцем тронет Виклифа. Но до поры до времени только он будет поддерживать его. Пока не будет у него трактата о присуществлении. Начались гонения на Виклифа. Его отстаивали очень долго, потому что его с упоением слушали в церкви, читали его трактаты. Но когда было получено от самого папа предписание, то его должны были уволить, снять с этой должности ректора и профессора. И он тогда прямо так отчаянно спрашивает, но библиотека, библиотека, я могу пользоваться? Нет, вы не можете пользоваться библиотекой. И вот он всего лишён. Он отправляется в какую-то глухую деревушку, где он будет... Там тоже есть маленькая церковка, там он будет проповедовать. И чудесные слова там сказаны, что когда... Где-то неформулировано интересно. Когда у тебя самое безнадёжное положение, самое отчаянное, ты в угол забит. Это время самых больших возможностей. Слышите? То есть когда у тебя конец всего, кажется, точка, вот тут как раз открываются новые возможности. Так вот, я хочу очень только коротко сказать о Яне Гузе, тем более у вас есть эти книжечки мои, там всё написано про него. Вот у меня просто портрет его. Это один из самых симпатичных предшественников. Самый... Это кроткий человек. У него помимо любви к писанию, у него была любовь к народу, к народным песням. И он тоже делал переводы на народный язык. Он всегда такой, ну, как это назвать... В Праге, в Чешском институте господствовали немцы. И он должен был с ними в борьбу вступить, а немцы понесли свою обиду папе, и начались огонения вот на Яна Гуса, который будет сожжён. Но его главное богословское учение — это он проповедует идеи Виклифа. Это с одним отличием. Он не брался изменять взгляд на присуществление. То есть это Виклиф имел такое дерзновение. У него не было такого ясновения. Но осуждён он был за одно и за это. Как будто бы он был против присуществления. То есть, понимаете как? Когда хотят тебя осуждать, тебя осуждать за то, что ты делал и за то, что ты не делал. Ну да. Вот. Поэтому вот такая судьба Яна Гуса. Его тоже сначала вознесли. В начале он... Подъём такой... Подъём был очень большой, да. Вот я хочу... Да. Пражского университета. Вот это вот та самая Вифлеемская часовня, где... Это его часовня, где он проповедовал, где он произнёс там что-то 3000 проповедей. И фактически правил Прагой отсюда. Его слушала королева. Его слушали все знатные люди. Его... Он чрезвычайно высоко был в их мнении, пока они начали преследование. Эту Вифлеемскую часовню потом строят. Совсем. Это новое отстроенное. Ему поставят памятник на центральной площади. Большой памятник. Там изображены и враги его, и всё. А это вот центральная фигура его самого. После него начались войны, гусицкие войны, которые 20 лет будут продолжаться. Я не сказала про Виклифа. После него начались войны Лолардов. Лолард так прозвали бродячих священников, которые читали на английском языке перевод Библии. Разносили и читали оттуда, и наизусть заучивали на английском языке. Лол, это по-английски болтать языком. Это пренебрежительная кличка, болтуны. И за это все восстания, которые были по экономическим причинам, их списали насчет Яна Гуса. Что это все из-за него эти восстания. Понятно, да? Хотя он к этому никаким причастником не был. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminari.com. Вот, и еще третий предшественник реформации. Это необыкновенная личность. Это Джералама Савонарола. Посмотрите, какое лицо. Это Италия. Это Италия. Это Флоренция. Которая станет... Это после Южиана Гуса. Он будет 1494-1498, 4 года фактически править Флоренцией. Настолько им авторитет будет огромен. Он восставал против дикого разгула, разврата в самом папском дворце. В то время был папа, самый развратный папа за всю историю. Александр VI. У него Борже, фамилия, целая династия. Дочка была очень развратная, сын. В общем, вот такое семейство. В папском дворце играли мифы древней Греции. В обнажённом виде артисты были. То есть в самом центре в папском дворце. Я должна объяснить, что жизнь Джераламасова Наролы проходила в начавшееся время Ренессанса, Возрождения. Возрождение – это была реакция на сжатие человеческой природы во время средних веков. Мы с вами с этого начали. Так? Что плоть – всё грех. И Ренессанс совпало здесь. Ну, как открыли заново греческое искусство, скульптуру, литературу, мифы древней Греции. И получился какой-то реванш. Если вы побываете у нас в Эрмитаже, в эпохе Ренессанса, вы увидите там вот такие вот телеса и обилие дичи, и обилие еды, и вина. И вот там всё льётся, скатерть прямо падает на пол, туши этих всяких запечённых быков и там кого-то ещё. В общем, разгул плоти. И вот в это время именно Савонарола. В Священной Римской империи совершилось то, чего не мог достигнуть языческий Рим, когда требовал, чтобы христиане славили Христа как одного из богов. А тут получилось вот само собой так. Возрождение – это… Я хочу, чтобы все понимали хорошо. Возрождение чего? Возрождение – язычество. Язычество. Согласие папства. Препособничестве пап. Греческие мифы вместо библейских событий. Вот эти сцены – Венера и Марс, Персей и Андромеда. Вот эта обнажённая плоть. Представления шли даже во дворце папы. Когда начинается разврат, он всегда сопровождается плотской разврат. Он всегда сопровождается каким-то политическим развратом. В храме центральном произошло политическое убийство Джулиана Медичи в соборе по знаку кардинала, читавшего Евангелие. Был знак условный. Когда он будет читать Евангелие до этой точки, в это время должно убийство совершиться. Представляете? То есть Евангелие как знак для убийства. В церкви, в престол сатаны. Против этого распутства в храме, в церкви восстаёт один человек. Вот это Джераламас Вонарова. Он на пути пройдёт его монашество. Это религиозный и политический реформатор во Флоренции. И пророк, и пламенная душа, очень благородный. Знаете, тут есть интересный такой момент. Вот посмотрели на его лицо. Он пережил, будучи служа при дворце одного графа, он влюбился, и любовь была несчастна, он был отвержен. Я не могу сказать, что если бы не было этого, он не стал бы кем он стал. Но это как-то его подвигло к роли христианина, реформатора, идущего на все лишения, когда он увидел, что его личная жизнь для него закрыта. Это он воспринял как сигнал, как знак. Он это пережил внутри себя. Но потом ушёл в монастырь, и из монастыря был послан во Флоренцию. Не сразу, вы знаете, он всё время ходил в Флоренции. Сначала он просто приехал туда. Флоренция была развратнейшим городом карнавалов. Слово карнавал, мы его используем так по простоте, карнавал. Слово карнел – это сугубо плотской карнел. Это разгул плоти. Это одевает маски и беспутствует. Никто же не знает, кто я. Понятно? Закрылся. Поэтому карнавал – это именно время беспутного разгульного веселья. И Флоренция была центром этих карнавалов. И вся индустрия, можно сказать, работала на это. Соответствующие были наряды, соответствующие были украшения. И вот он ходил чужой в этом городе совершенно, потрясенный внутри, но не имевший никакого авторитета. И вот понимаете, что получается? Бог готовил его. Он был в монастыре, потом в другом, расположенном среди холмов, среди природы. Он слышал голос Божий. Он молился много. Душа пылкая. Он читал Библию и дивно проповедовал. И его послали во Флоренцию наставлять тех, кто собирался вступить в монастырь. И он начал проповедовать в саду, в монастыря Святого Марка, в небольшой группе будущих монахов. Но он так проповедовал, так их учил, что стали собираться, слушать его. И затем, когда увидели такой успех, то его беседы с этими послушниками перевели в собор, потом в самый большой собор. В общем, он потихоньку овладел всем городом. Он проповедовал именно то, что он называет реформацией. Он проповедовал милость Божью, прощение грехов ради Иисуса Христа. Но больше всего главный его акцент был сделан на нравственную жизнь. И он бичевал разврат, порог, ложь, обман, подкуп. И это выразилось в его столкновении с Лоренцо Медичи, фактическим хозяином города Флоренции. Лоренцо Медичи владел всеми богатствами Флоренции. И его очень обличал Савонарола. Так получилось, что умирал Лоренцо и вызвал к себе Савонаролу, чтобы исповедоваться перед ним. Тот сказал, ты должен не только покаяться о грехах, а ты должен отдать награбленное тобою, вернуть городу то, что ты награбил там. Лоренцо отвернулся к стене и умер без раскаяния, потому что это было выше его сил – отдать награбленное. Ну и вы знаете ли, что после этого его авторитет был огромен, и он, оставаясь жить в келье и нося балахон подпоясанный веревкой, он фактически стал правителем Флоренции. Ну и сила его бесед заключалась в совершенно искренности, в сердечности, в глубокой убежденности, что спасение только во Христе и только в Писании. Если Христос не отпустит тебе грехов, то какое другое отпущение грехов поможет тебе? То есть он восставал против практики католической церкви взять на себя роль Христа – отпущение грехов и спасение по делам. «Спасение не по делам, но даром каждому, кто отдаст свое сердце Иисусу Христу, спасителю грешников». Он очень нападал на распущенность нравов, и про Лоренция это сказала. Потом еще другое происшествие было, что Карл VIII, король Франции, перешел Альпы, подошел к стенам Флоренции, и этот факт способствовал полной победе Савонаролы. Савонарол вышел к этому завоевателю и беседовал с ним, отговорил его брать Флоренцию от этого военного нашествия. Он так красноречиво беседовал с ним, и поэтому победы, он отошел, это не было. Но вы понимаете, любовь народа, он пользовался абсолютной властью, но это дело такое неверное, чувство народа. Когда случилась эпидемия, и умирать стали люди, обвинили во всем Савонаролу. И все, что было на него, теперь обратилось против него. Что он колдун, что это он навлек. Поэтому он мечтал сделать с Флоренцией Божие царство на земле. И чтобы с этого началось обновление всей жизни во всей Италии. Великие нравственные перемены в Италии. Люди становились иновыми, оставляли прежний образ жизни. Это все так началось, и все это было остановлено. Вы понимаете ли, такая вот закономерность жизни на земле. После того, как он правил Флоренцией, а потом он вошел в прямое противоречие с папой Александром VI, Александром Борже, папа сначала пытался лаской его, приглашал его приехать в Рим, чтобы его дать кардинальскую шляпу. Савонарол сказал, Боже, упаси меня от этой шляпы. Ну и потом, когда он продолжал проповедь и очень стал знаменитым, то папа сказал, этот монах должен умереть, даже если бы он был Иоанном Крестителем. Ну, услышал об этом Савонарол и сказал, Рим, ты болен смертельно, ты оставил Бога. Христос, ты будь моим пастырем, моим епископом, моим папой. Вот. Ну, и в 98-м году, когда случилась эпидемия, когда папский престол пошел против него, народ был возбужден против него, осады монастыря, заковали его в цепи и били, проводили по горящим углям. И он обвинен в ересе, в поношении церкви. И он во всех этих мучениях начал петь «Господь есть мой свет, он мой свет, спаситель мой, кого убоюсь я». Ну, и он был повешен, и двое его друзей. Они умерли молча. Потом они сожжены, пепел в реку. Арна брошен. Почему пепел бросали? Такое было понимание суеверное, что если человека сжечь, то он не воскреснет. Тела-то у него нету. Вы понимаете, почему крест кладут там где-то в изголовье или в ногах, чтобы встать мог человек? Вот. Он письма из темницы чудесные писал. Господи Божий, послушайте, как сегодня мала церковь. Весь мир на корою пропасти, ибо неверных, неверных гораздо многочисленнее, чем христиане. Но и среди христиан, где те, которые, оставив земные имения, заняты размышлением о Слове Господнем? Немного таких найдешь среди множества. Тех, чей конец погибель, чей бог чрева, чья слава в сраме, ибо они мыслят о земном. У наших отцов были чаши из дерева, но при деревянных чашах у них были священники и золото. А теперь же при золотых чашах священники из дерева. Ну вот, печаль меня осаждает, окружила меня огромным и могучим войском. Взяла в плен мое сердце, Голосяя, обрецая оружием, Не снимает осады с меня ни днем, ни ночью. Мои друзья воюют в рядах ее, Стали врагами мне. Все, что я вижу, все, что я слышу, Пребывает под знаменами печали. Память о друзьях удручает меня, Память о детях расстраивает меня. Мысли о монастыре и келье моей Причиняют мне боль. Размышления о моих учениках, О моих ученых занятиях вызывают у меня страдания. Думая о грехах моих, Чашко сокрушает меня. Эта печаль тяжким грузом давит на сердце мое. Она беспрерывно богохульствует И подталкивает к отчаянию. Вот. И он говорит о печали, Чтобы не говорить об отчаянии. Он боится говорить об отчаянии, Потому что отчаяние — это грех против Духа Святого. Он продолжает любить Бога во всё это время печали. Ну, он был казнён. Но у него среди учеников был один ученик. Его жизнь очень связана с Россией. Молодой человек слушал его проповеди, Любил его. Он потом окажет, что в России Это Максим Грек. Это потрясающая связь такая. Максим Грек его так прозовут, Потому что из Греции. Его пригласят из Афонского монастыря. Приедет к нам из Афона. Его князь Василий Третий Пригласит переводить псалтырь, Исправить перевод в псалтыре. И его келья в Чудовом монастыре В Кремле Станет клубом Больно мыслящих людей. Это целая история. Вторая глава там будет с ним. Бусян Патрикеев станет его другом. И они вместе будут. Ему нужен помощник русский Для этого перевода. Максим Грек. Это приведет с собой Рассказы о Савонароле. Об открытии Америки. О процессах происходящих на Западе. Возрождение. Возрождение язычества это одно. Но ведь одновременно Возродились старинные рукописи. Переводы евангельно-греческий язык. Были открыты. Были открыты многие ученые произведения. И вот наша Россия услышала Все это из уста Максима Грека. В России такая, Которая ничего подобного не знала никогда. Поэтому вот такая связь реформаторов. Ну, значит, вы видите, три имени. Они у нас идут как предшественники реформации. Идущие впереди, но с похожими идеями. Ищите нас в поисковых системах По запросу ТВ-семинария. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok